Очередь у КПП «Актерек» значительно поредела. Здесь стоят грузовики, но немножко вдали от пропускного пункта и в обратную сторону. Однако никто не дает гарантии, что в ближайшее время здесь вновь не появятся многокилометровые очереди. Эти кадры журналисты нашего телеканала засняли в январе. Перевозчики снова страдали от дополнительных проверок соседних чиновников. В Госкомитете по доходам Казахстана потребовали, чтобы в фурах, пересекающих страну транзитом с товарами народного потребления, были электронные пломбы. У многих водителей этих устройств не оказалось. На прошлой неделе Министерство экономики нашей страны пожаловалось на соседов ВТО. В ведомстве посчитали, что Казахстан не соблюдает и международные правила торговли, и нормы Евросийского альянса. Тем самым крупные убытки несут предприниматели, работающие по контрактам с заказчиками из третьих стран. Страдают и отечественные грузоперевозчики. Стороны в очередной раз обменялись взаимными претензиями. В 10-километровых очередях Комитет государственных доходов Казахстана обвинил саму страну-жалобщика. Мол, вопросы пограничного и экспортного контроля не регулируются договором ОЕАЭС, поскольку не затрагивают экономическую интеграцию. К тому же товары может облагать налогом та страна, куда импортируется груз. А еще в Комитете государственных доходов Казахстана добавили, что с октября прошлого года начали применять навигационные пломбы. И оказалось, что содержимое следующих из Кыргызстана больших грузов разгружается не там, где следовало, согласно товаросопроводительным документам. Вдобавок, заявила казахстанская сторона, цены в инвойсах на перевозимую продукцию занижаются аж в 70 раз. В частности, это касается товаров китайского происхождения. За 2019 год с кыргызской стороны по товаросопроводителям документам, оформленным в адрес фиктивных резидентов Республики Казахстан, проследовало более 2600 грузовых автотранспортных средств. Кроме того, в Республику Казахстан везены товары, заявленные в документах как транзит в Российскую Федерацию, на более чем 4800 грузовых автотранспортных средствах, которые оседали в Республике Казахстан без уплаты НДС. Только в ноябре и декабре из выборочно проверенных 194 автотранспортных средств, проследовавших из Кыргызской Республики, недостоверное заявление сведений в товаросопроводительных документах выявлено в 191 случае. Это 98%. Пока во Всемирной торговой организации надеются, что стороны придут к консенсусу. Далее, говорят в Министерстве экономики, это обращение рассмотрит и Генеральный совет, и, возможно, министерская конференция, которая состоится летом. На данный момент Казахстан используется администрирование, и это все направлено на грузоперевозчика, что недопустимо, а не в отношении их налогоплательщика. Это нарушает, является скрытым таможенным контролем, и с этим они нарушают пятое решение Высшего Евразийского экономического совета, где наши президенты отменили на нашей двусторонней границе таможенный контроль. Очередей сегодня перед КПП нет. Пока закрыта граница с Китаем, считают в независимом союзе дальнобойщиков, сообщение с Китаем закрыто из-за вспышки коронавируса. Когда торговлю возобновят, неизвестно. Пока же отечественная таможенная служба объявила тендер, чтобы определить национального оператора, который будет заниматься отслеживанием транзитных перевозок наших транспортных компаний. Между тем, говорят дальнобойщики, по сути, эти самые навигационные пломбы должны крепить на границе еще до досмотра. На деле же наоборот. Вообще они были сделаны для того, чтобы не проводить проверку и потом ехать. За счет Казахстана это был пилотный проект. Пока он еще не закончился, но потом уже должно было определиться. Либо мы будем им платить, либо мы будем ставить своих национальных операторов. Электронно-навигационные пломбы – это вообще проект ЕАЭС по отслеживанию транзитных перевозок. Отметим, если во Всемирной торговой организации признают, что Казахстан нарушил международные обязательства, то к стране могут применить некоторые меры. Например, заставят их предоставить льготы на сумму ущерба, который понесли кыргызстанские предприниматели и перевозчики. Либо разрешат Кыргызстан ввести ограничения в отношении соседа на ту же сумму. Анастасия Соболева, Урмат Мамбиталиев, НТС.